Одинаковых путешествий не бывает, особенно если это Байкал. Из поселка Листвянка мы отправляемся уже в пятую экспедицию за уходящим льдом. И многие из нас не в первый раз. Чтобы вновь увидеть то, что нигде больше на планете не увидишь – пробуждение священного моря. В конце мая Байкал, словно живое существо, просыпается после зимней спячки. И зрелище это завораживающее и манящее. Байкал он всякий. И тяжелый, и веселый, и желанный, и тянет сюда. Утром смотришь в окно, а там лед. И ты осознаешь, что ты посередине огромного озера, практически море. Я никогда ни разу не возвращался в одно и то же место дважды. Сюда я приехал уже четвертый раз. Какая-то энергетика, которая достает именно уже дома в Москве. Стать участником экспедиции мог каждый. Но больше всего погоня за уходящим в дом Байкала влекла фотографов – профессиональных и любителей. Иркутск, Красноярск, Москва. Алексей Снитков не пропустил еще ни одного путешествия. Сначала увидел все сам, а теперь разглядеть красоту природы помогает другим начинающим фотографам. Байкал – хороший учитель. И ради того самого кадра можно проснуться и в пять утра, уверен Алексей. Приморский хребет. В предрассветных лучах самое время снимать одну из главных местных достопримечательностей – скалу Слон. Это причудливое творение природы и правда напоминает фигуру слона, опустившего свой хобот в воду. На снимках он идеален только в таком утреннем, обволакивающем свете. Байкал – это во всех отношениях место уникальное, которое позволяет не только хорошо поработать, но и зарядиться той положительной энергией, которая нужна для творчества и для жизни. Нашей целью были льды, тающие и убегающие на север. Мы их застали еще на старте, в Листвянке. Но это была лишь разминка. Байкал показал себя уже на Малом море. Хрупкие льдины хоть и рассыпались под напором кораблей, но это был риск, признались потом капитаны. Идти можно, но это чревато чем? Битый лед опасно, как для наших винтов, для рулей, потому что в этом месте встречаются льдины массивные, то есть твердые. Этот звук, он напоминает оркестр. Фоном идет звучание льдинок, иногда еще ломаются большие льдины, но это похоже на какую-то симфонию, очень красиво. Мы ориентировались по снимкам из космоса. На Малом море стояли льды. Казалось, пройти дальше ольхона невозможно, но мы рискнули. Когда мы зарыты, решено идти большим морем. Сейчас рубимся вдоль берега. Там есть полоса более-менее. Снимки из космоса не показывают ситуации реальные. А вот крепкий лед. Путь нашей экспедиции преградил прочный лед. Здесь он повсюду. И теперь мы за ним не охотимся, а наоборот убегаем. И сейчас наша задача добраться до берега, не повредив корабли. От такой картины у любого захватит дух. Корабли каким-то чудом не плывут, а прорываются сквозь льды. За нами наблюдают. И пугливы прячутся. Это нерпы. На байкальских льдинах единственный в мире пресноводный тюлень нежится на солнце. В одиночку и большими группами. Вот она, вот она, крупная льда, вот белая, белый лед. Вот по бокам серый. И вот они, пятнышки пошли. Дальше на север. И незаметно игольчатый лед превратился в сплошные непроходимые поля. Идти на пролом, как прежде, опасно. Корабли ищут свободное пространство. Кажется, будто мы в плену Байкала. Сегодня наши корабли ночуют в открытом Байкале, среди льдин. С одной стороны мыс Рытый, с другой Хабой. Глубина под нами более тысячи метров. Но прорываться к берегу, говорят капитаны, занятие рискованное. В новом сезоне навигации мы были здесь первыми. Ушкане острова, заповедник. Ушканы – это зайцы. Но название архипелагу дали не они. Морскими зайцами раньше называли нерпу. На ушканних островах находится лежбище нерпы. Здесь можно понаблюдать за ней с близкого расстояния. Но сейчас байкальского тюленя нет. Льды еще не растаяли, а кое-где стоят даже многометровые торосы. Недавно здесь установили специальное оборудование. Байкальский музей готовит проект «Нерпа онлайн». Наблюдать за жизнью байкальского тюленя скоро сможет любой житель планеты. Веб-камеры незаметно будут следить за пугливыми животными. Сергей Копылов родился, вырос и живет на Байкале. И море для него священное и неповторимое. Оттенки воды, неба, солнца здесь меняются каждый день. И насытиться их красотой невозможно, говорит он. У меня даже мысль была такой, сделать, как бы камеру на точку поставить, фотокамеру имеется в виду. И вот каждый день снимать. И я думаю, что весь год и ни одной похожей снимки не будет. Прогнозы неутешительные. Дальше Ушканов Байкал полностью забит льдом. Всего несколько дней назад, по словам главного хранителя здешних мест, инспектор из Байкальского национального парка Юрий Будеева, он добирался сюда на снегоходах из Чевыркуйского залива. Большой ледовый покров, толстый минчик был, метр тридцать, до метра пятидесяти лед был в отдельных местах. И мало ветри. Не было ни одного сильного ветра с момента начала распаления. Поэтому лед весь на месте так тает. Попытка пройти в Чевыркуйский залив провалилась. Мы возвращаемся. В первый раз за все годы всех экспедиций за уходящим льдом мы видим действительно столько льда. И впервые наконец-то мы уперлись в эти льды непроходимые совершенно. Нас приютил Баракчин. Этот уединенный остров – место поклонения шаманов, где они издавна проводили свои ритуалы. А еще здесь один из крупных на Малом море чайчих базаров. Мы находимся на острове Баракчин или по-другому называется Альтрек. Здесь у нас очень много скоплений чайчих гнезд, ну и самих чаек. До них можно даже дотронуться. Криками и низкими виражами чайки отгоняют людей от своих гнезд. Но фотографы здесь охотятся только за ценными кадрами. Наша экспедиция себя оправдала. В прошлом году мы не успели за льдом, а в этом году прям нам Байкал открыл свои ладони. Байкал – это то место, когда я буду возвращаться ежегодно по мере сил и возможностей. Нигде больше так не отключаешься от всех своих проблем, забот, работы, как здесь. Ходульные деревья в бухте Песчаная, священная буддийская ступа на острове Огой, мистический мыс Рытый. Еще долго память будет манить нас туда, где заснеженные горы отражаются в воде, а на льдинах греются нерпы, где от закатов и рассветов захватывает дух, а рассыпающиеся льдины звучат, как симфония. Наверное, это и есть притяжение Байкала. Субтитры создавал DimaTorzok